Здравствуйте, дорогие друзья! Большое спасибо, что вы пришли. Честно говоря, я совершенно не ожидал того, что так получится. Все так это прямо как-то очень многолюдно. Да, я бы сказал, амшлаг. Из чего следует вывод, что идея сделать серию концертов оказалась правильной? Первый концерт состоялся около двух месяцев назад. Почему двух? Потому что я два месяца ездил по разным странам и континентам и пел песни. У меня за отчетный период состоялось 28 концертов в Германии, Дании, Америке, Канаде. И даже России. В общем, побывал везде. Но об этом сегодня речи не идет, потому что сегодняшний вечер очень ответственный. Я всех честно предупреждал. В Фейсбуке писал, в живом журнале писал, ВКонтакте писал. Здесь написано, Георгий Леонардович Васильев в этом вечере, посвященном творчеству маленькой японской рыбки Иваси, принимать участие не будет. Он категорически не может. Причем он уже даже и хотел бы, но просто не смог. Два слова буквально о том, может быть кто-то не знает, чем он сейчас занимается. Он совершенно занимается другими вещами, не поет песен. Хотя их время-дремень сочиняет. Сочиняет он их для своего уже собственного мультипликационного сериала, продюсером которого он является. Он продюсирует детский познавательный сериал «Фиксики». Там, кстати, замечательные есть песни, фиксипелки они называются. Их распевает с большим удовольствием не только его младший сын Яша, который, собственно, записывал эти песни для мультика, но и вся эта детвора, надо сказать, во всем мире. С большим удовольствием им все это очень нравится. И я бы их пел, но выучить не успел. А потом сегодняшний вечер посвящен совсем другой истории. Я не знаю, был ли кто на прошлом вечере здесь присутствующий. Были, были, были. Тогда я, друзья, я как бы продолжаю. В 1975 году я вступил в университет. И осень 1975 года, в общем, довольно много значило и в моей жизни, и в жизни всего нашего курса, да и всего нашего поколения. Так получилось, что много каких-то культурных событий произошло. И самой очень много произошло событий. Важнейшим из них, конечно, была... Ну, в общем, для меня, Валь, важнейшим, конечно, была встреча с собственной женой. Следующей по значимости была встреча все-таки с Георгием Анатольевичем Васильевым, с которым мы познакомились осенью 1975 года и сразу стали друг к другу присматриваться. Потому что стало совершенно очевидно, что он знает несколько аккордов на гитаре и думает, что он знает их больше меня. У нас, кстати, у каждого есть своя версия происходящего, произошедшего тогда осенью 1975 года. Он, например, рассказывает эту историю следующим образом. Говорит, иду я как-то по 18 этажу географического факультета, смотрю, сидит мальчик. В руках у него гитара за 6 рублей 50 копеек. И он на ней что-то набринкивает. Я подхожу к нему и говорю, мальчик, хочешь, я научу тебя играть на гитаре? А он мне говорит, да, дяденька. Это связано с тем, что он уже в тот момент поступил в 1974 году, он уже был матерый второкожник, а я желторотый первокожник. Если серьезно, то случилось-то все чуть-чуть позже. Это все-таки не 1 сентября было. Это был конец сентября 1975 года, когда на факультете географическом состоялся концерт квинтетов под руководством Сергея Никитина. Я не знаю, кто-нибудь из здесь присутствующих слышал ли их тогда пятером. Тогда вы меня понимаете, что это такое. На молодой, неокрепший организм это было примерно как Битлз, только живые. Меня просто сдуло с кресла. Я понял, что все, что я учил до этого, я знал уже несколько песен о Куджавы, знал одну песню Берковского. Не мог даже предположить, не просто, что песня о собачке Тябе написана Берковским. Я вообще не знал, что песню про собачку Тябу мог насочинить реально живущий человек. Я думал, это как в опале березка. Типа, это вот она сама. Потом я познакомился не с этим человеком, а со многими другими. Но в тот день мы с Георгием Анарчем, который тогда был просто Гоша, как и я тогда был просто Леша, посмотрели друг на друга и без слов все поняли. Буквально через месяц Георгием Леонардовичем Васильевым был организован квинтет географического факультета под руководством, кого бы вы думали, его же. Тогда и предположить было невозможно, что авторскую песню, равную как какую-то другую, можно петь как-то по-другому. А не три мальчика, две девочки. Потому что после того, как мы увидели, как это делали Татьяна, Сергей и еще два мальчика, и еще одна девочка, мы поняли, что да, у нас тоже будет квинтет. Так появился квинтет географического факультета, который начал петь. А петь-то что? Мы же песен-то еще не сочиняли никаких. Мы думали, надо что-то хорошее выбрать. Я сейчас спою вам первую песню, которую мы спели. Я не смогу ее спеть за всех. Тем более, что в тот момент мне инструментов никаких не доверяли. Считалось, что на гитаре я играть не умею. Мне вообще в этом квинтете доверяли такой стручочек, знаете, высохший стручок какого-то африканского или южноамериканского растения, который при шуршании, соответственно, шуршал. Так вот, у меня после каждого из концертов на ноге здесь был свиняк, потому что я так нервно шуршал им, что отбивал себе ногу. Тогда ведь не было ни интернетов, да и нот никаких найти было невозможно, да и магнитофонов у нас не было, честно говоря. У кого-то был магнитофон, и появлявшиеся тогда только кассеты, это был рывок вперед в сравнении с бобинными магнитофонами, начинали завоевывать пространство. И я не знал, что песня эта, которую Георгий Анаш спел, он ее знал, я ее не знал, я даже не знал, как он ее услышал. Он придумал всю аранжировку, что эта песня вообще переведена с иностранного языка, я, кстати, до сих пор не знаю кем. В оригинале она написана, как выяснилось недавно, Гарольдом Арленом и Тедом Кахлером, и была когда-то, в 1920 или 30 каком-то году, впервые спета в знаменитом Коттон-клубе и стала классикой джаза. И по-английски она называется «Стоми Уэда». Мы же ее в интерпретации Георгия Анатольевича, я не знаю, может он ее и сам перевел, кстати. Теперь и следующим образом. Ну и следующий. Как ла-голы! Держи, как ла-голы за хорти. Стриди, как ла-голы? Я тоже ла-голы. Георгий, вы как ла-голы. Как ла-голы за хорти, тебя и шиколы. Ла-голы за хорти. Я так ла-голы за хорти. Почему, грустно сердцу моему, я не знаю, Почему меня донимает погода штормовая? Ты ушла, всё на месте, ведь чудес не бывает, В сердце же не переставая погода штормовая. Но он не так, конечно, пьет, он проще пьет. Если кто-то вдруг мне откроет глаз знакомых, Блеск мою грусть успокоит. И волноволос пролежит под рукою, солнце засияет. Вот, это было пять голосов, конечно. Вот, а пока только грусть да облака дошневые, За окошком лица чужие, да ветры штормовые. Дальше шла импровизация минуты на три с половиной. И когда зрители уже совершенно не могли больше этого слушать, Роман заканчивается. Мадам, месье, сеньоры, к чему играть спектакли, Когда весь мир театр. И все мы в нём актёры не такли, не такли. Все это раскладывались на голоса. В ту ночь, когда Москва обшарила первый вид, Я брошу к столу предчувствия беды. Я помню всё это, как будто это было вчера. Мы очень много репетировали. И было очень обидно, когда вдруг одна девочка Не смогла с нами пить. Нас осталось четверо. Мы стали квартетом географического пакутета. И квартетом выступали с большим удовольствием Довольно долго. Пока вдруг ещё один мальчик По каким-то причинам не отпал. Нас осталось трое. Мы долгое время выступали втроём. И вообще, на самом деле, дуэт появился уже Фактически после того, как мы закончили университет. Пока мы учились, мы пели втроём. Мы были трио географического факультета. И в составе трио, именно в составе трио Мы когда-то выступали на первом фестивале Московском фестивале авторской песни. И получили там даже какой-то приз. Но нас как-то не признавали авторской песней. Представляете, выходят такие люди. Глаза горят. Мне уже к тому моменту доверили держать гитару. Но я держал её как-то неуверенно, всё время боясь сыграть что-то не то. И тогда, я очень помню хорошо эти дни, когда у нас с Георгой Леонардовичем начались такие совещания. А чё мы всё поём, да поём чужое. Неправильно нам чё-нибудь уже и сочинить. А я им говорю, а я уже сочинил. Он говорит, а я тоже. Я говорю, ну ты чё сочинил? Я уже не помню, чё я ему спел. Я очень хорошо помню, что он мне спел тогда. С этого началось наше сотрудничество. Я хочу сказать, что эту песню я, может быть, даже с тех пор не пел раза два или три в своей жизни. А он никогда. Это, просто чтобы вы поняли, Георгий Леонардович Васильев, образца приблизительно 1973 года. Это 9-10 класс. Я не знаю, помнит ли он её сейчас сам. Разбрызгалась буря, Разметалась буря, Что есть ту ритму, Что ей дури. Было очень просто, Ей меня забросить. Безалютный остров, Дикий остров, Мне надоел монолог под прибой, Существование моё одиноко. Брошен на день я без надежды, Веры и срока. Но где ещё на свете может быть такой общественный порядок и покой? Но где ещё на свете может быть такой общественный порядок и покой? Если со мною случится беда, В мире об этом никто не узнает. Не подойдёт, а не пожалеет, не обласкает. Но у меня зато всегда в достанке, Солнце, воздух и вода. Но у меня зато всегда в достанке, Солнце, воздух и вода. Парус белеет, а я не кричу. Я не из тех, чья надежда нас учит. Вечно спокоен, хладнокровен, Жизнью научен. Имею дверь темную под ногами, И от добра-добра я не ищу. Имею дверь темную под ногами, И от добра-добра я не ищу. Так и видишь перед тобой, Георги Элянадзе и Силасия. Уж не знаю, почему мы не стали петь эту песню. Ни трио, ни дуэт, она не попала в репертуар. Удивительное дело, Одна из самых первых песен, Которую мы когда-то спели, Осталась в репертуаре и поныне. Песню, которую мы пели втроем, а потом вдвоем, Была написана Георгием Васильевым на стихи В отпускнице географически уже в ходе, Это Галина Чмирёвой, И называлась «Не договаривая фраза». Она жива до сих пор. Не договаривая фразы, Вдруг благодарна замолча, Наш самый безрассудный шаг. Быть понятым друзьями сразу В глазах сочувствия встречать И благодарна замолча, Не договаривая фразы. Судом друзей не будет встречен Наш самый безрассудный шаг. С чужими часто все не так, Закон непонимания вечен, Но даже наш неверный шаг Судом друзей не будет встречен. Мы об одном всю жизнь мечтали, Быть понятым и понимать, Мучительно в других врастая, Снять от чуждения печаль, Чтоб благодарна замолча, В глазах друзей себя читая. На полусловия замолча, В глазах друзей себя читая, Вдруг благодарна замолча. Удивительно, что песня эта жива до сих пор, Потому что появившаяся с ней одновременно Еще одна песня, которую я сейчас пою, И это будет смертельный трюк, Совершенно не жива, Мы ее даже не пытаемся уже реанимировать, Хотя, честно говоря, я сейчас спел ее для себя, И думаю, а что, собственно, Почему бы ее и не петь? Еще один образец творчества раннего Георгия Ивановича Васильева, Дело в том, что большинство песен, Которые тогда появлялись, Он был как паровоз такой, как двигатель, Он двигал все вперед, И определял репертуарную политику, Внедрялся в тексты, Стихи, что-то перекраивал, Что-то переделывал, В частности, он однажды прибежал с выпученными глазами, Притащил книжку Мариса Шевалье, Знаменитого французского шансонье, И мы ее проглотили Он рассказывал о том, В частности, о том, как Марис Шевалье, Он рассказывал о том, как он строил свои концерты Выяснилось, что В концертах У Марису Шевалье Должны обязательно быть слабые места. То есть, ну как бы такие провалы. Тогда взлеты кажутся огромными И успешными. И Георгий Иванович как-то стал мне сразу намекать О том, что у нас двое, И что один может писать Взлеты, А второй может писать что угодно. Я считаю, что Я сейчас вернусь к этой теме. Я считаю, что То, что я сейчас пою, на самом деле это В свое время для нас это был настоящий взлет. Конечно, в одиночку эту песню спеть Очень сложно. Она была написана сразу для двух голосов и для двух гитар. Мы несколько месяцев тренировали синхрон для того, чтобы ее спеть. Текст этот достаточно известен. Это один из очень известных переводов, Одной из очень известных песен Жака Бреля, на которую только я знаю три написанных песни. Георгий написал четвертую, на мой взгляд лучшую из всех. Этой песни около 35 лет. Она называется «Мы услышать должны». Барабан на это исполняется впервые. Мы очень были увлечены рок-музыкой тогда. Ну, у каждого из нас был вообще в школе вокально-испрометальный ассамбль. Георгий учился в Запорожье, я в Москве. Я не знаю, как у него назывался. Наш назывался «Вешние воды». Соответствующий глубиной осмысления действительности и соответствующим репертуару. В общем, когда после этого мы услышали серьезную музыку, мы, конечно, резко переориентировались. Вот что из этого... Мы думали, что когда-нибудь это можно будет сыграть с настоящим роком. Всё, я оттягиваю момент к началу, потому что я очень волнуюсь. Жак Брель, перевод до сих пор не знаю чей, не нашел в интернете. Мы услышать должны музыка Георгия Васильева. 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 Мы услышать, мы услышать должны, Как прекрасна земля, Как березы нежны и легки до поля. Мы услышать, мы услышать должны, Шепот зонной травы, Красоту тишины птицу впуще листовый ту птицу, Чтоб о мрак или сном чутко дремлет успех. Мы услышать должны, мы услышать должны, Мы услышать должны. Извините, мы это полный экспромт, потому что я ее не пел никогда. Еще одна песня, которая звучит сейчас секундочку под трое. Еще одна песня, звучавшая тогда в нашем репертуаре, Георгий написал цикл песен на стихи Александра Блока. Вот одна из них. Густой траве пропадешь с головой, В тихий дом войдешь, не стучаешь, Обнимет рукой, а плетет косой. Истатное скажет, здравствуй, князь, Вот здесь у меня Пусть белых рос, вот здесь вчера Повелико велась, Где был пропадан, что за месть принес. Кто любит, не любит, кто горит нас. Как бывало забудешь, что дни идут, Как бывало простишь, кто горд и зон, И видишь тучи вдали встают, И слушаешь песни дальних сел. Затлачет сердце по чужой стране, Забросится в бой, Зовет и мои, только скажет прощай, Вернись ко мне. И опять центровой колокольчик звенит. Колокольчик звенит. Колокольчик звенит. И здесь память моя подводит меня. Дальше все смеживается в огромную кучу. И дальше несколько песен из разных времен. Они все появились, конечно же, на географическом факультете. А это означает, что это конец 70-х, начало 80-х годов. Когда мы сначала учились, потом работали. А Георгий был аспирантом МГУ, а я работал два года на факультете. До того, как в 82-м году поступил на институт кинематографии на актерское отделение. И много путешествовал. И оттуда некоторые песни, которые уже мы стали петь вдвоем. Когда наша соратница Ирина Чебукова, наш товарищ патрио географического факультета, уехала на стажировку в Польшу. И мы долгое время выходили еще и говорили после этого, «Вообще-то, вы извините, пожалуйста, мы поем втроем, но сегодня нас двое. Так вот, вообще-то мы поем вдвоем, но сегодня я один». У тучи нет иной заботы, наше солнце закрываем. И расписание полета Безможным образом всплывает Все у неба в серой простокоши И мелкий дождик облажной Отложит все заботы наши До восемнадцати ноль-ноль. До восемнадцати ноль-ноль. У ветра нет иной заботы, Как на же тучи розгляни. И расписание полета Волшебным образом менять Мы все в плену в атмосферы, Пока не стихнет дождь косой. И ожиданья профиль серый Завист над взлётной полосой. У солнца нет иной заботы, Как наши ливни прекращаются. И расписание полета Через окошко освещает Молчит измученный диспетчер, Закрывший небо до шести. И плачь, мой друг, ещё не верь, Мы непременно полетим. Мы непременно полетим. У жизни нет иной задачи, Как ожиданья наставить. И лет в руки покажа плачет. Так что ж мы медлен, Черт возьми, Когда ещё счастливый случай Представит нам этот путь. Сколь наше счастье так летучее, Мы разрешим ему полет. Мы разрешим ему полет. И дождь косой. И ещё и дождь косой. Это песня. Долгое время мы пели её вдвоём. Да и сейчас, когда иногда собираемся, мы её juntos поём И каждый помнит свою партию. Вообще, странно. Мы не чаще раза в год встречаемся для того, чтобы где-то что-то спеть И когда мы начинаем, вспоминаем какую-то песню, пальцы вдруг сами, как будто и не прошло 30-35 лет Удивительно, оно все происходит само Эта песня называлась, и называется по всю пору, «В аэропорту минеральные воды» Георгий Анатольевич, правда, долго убеждал меня, что такого аэропорта нет Он говорит, ну стоп, аэропорт называется минводой Минеральные воды — это неправильное название И она даже у нас в книжку вошла под названием «В аэропорту минводы» Он очень убедителен Пока я пару лет назад не окололся, там не пришел Минеральные воды сфотографировал Принес ему, показал, ну поменяли А вот это, пожалуй, один из первых образцов все-таки сотрудничества Начало музыки мое Конец музыки Георгия Анатольевича Текст «Художественная обработка» тоже принадлежат ему То рыдает, то хохочет, то на кухню к нам тайку Просочится ветер хочет, притворяясь сквозняком Снег упал на всю округу, за окном темно и темною Мы не глядя, а подруга пьем шепучее вино А вина-то кот наплакал, а цена дорога Наши вечные заплаты, наши дикие бега Наши дети, наша ругань Это было так давно Мы не глядя друг на друга Ему шепучее вино О взаимных наших полях Рассуждаем мы шутя А во браке что-то воет Что-то плачет, как дитя То ли время, то ли вьюга Впрочем, это все одно Ведь со мной, моя подруга И шепучее вино То ли время, то ли вьюга Впрочем, это все одно Ведь со мной, моя подруга И шепучее вино Спасибо большое Песни удивительным образом появлялись тогда И мы иногда даже сами не могли вспомнить, кто что сочинил Мы сидели вместе, что-то придумывали такое Однажды мы увлеклись А начитались книжек-то Увлеклись теории стихосложения Мне все это очень нравилось Я уже окончательно раз и навсегда Окончательно выяснил, что это ям, хорея, антибрахия Тактиль, анализ и всякая такая вещь Я уже знал, что существует мужская рифма Женская рифма Ну, если заканчивается на ударный стул Например На безударный, это женская рифма Ветер по морю гуляет и корабль погоняет Рифмуется два последних слога Гуляет, погоняет Это женская рифма Мужская, это один Он бежит, сел в волнах На раздутых парусах Все просто Иногда рифмуется три последних слога Ля-ля-ля-ля-ля-ля Бу-бу-бу-бу-бу-бу Над водой перед парой Этот самый Дремлет чуткий камыш Там что-то такое Над водой белый пар поднимается Та-та-та-та-та-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Но зато какие. Строчки были такие. И ритмы так трудно усваиваем, что их понимаем едва и выпьем. Георгий Анатольевич оценил. Даже сказал хорошо. Говорит, придумай мелодию. Я мелодию придумал. А он сочинил на неё слова. Песня абсолютно документальная. Там, кстати, пять слогов нигде не рифмуются в этой песне. Но там рифмуются всё как попало. Песня написана по следам действительно происходивших событий. Песня называется «Песня про то, как мы строили навес на даче у Евгения Иванова». Вы сейчас когда будете услышать, услышите эти мотивы стихосочиняльные в ритмике этой песни. Евгений Иванович жив-здоров до сих пор. Много приходит вопросов. Достроил ли дачу? Да. Достроил. Дочь вырастил. Всё хорошо. Деревья посадил. Всё. Евгений Ивановичу мы очень многим обязаны. Это один из тех людей, который когда-то втащил нас в этот удивительный мир на географическом факультете. Там был особый мир, который назывался «Художественная самодеятельность географического факультета». Это было удивительно. Несмотря на то, что он был такой весь в тельняшке, такой был как бы моряк, он на самом деле был выпускник кафедры эконом-географии Советского Союза. Если я не ошибаюсь. Да, да, да. А в душе он был актёр. Каковым он в результате и стал. И сейчас он играет. Он играющий административный директор Московского открытого студенческого театра «Мост» под руководством Евгения Ивановича Славутина, с которым он подружился ещё в университете больше 30 лет назад. И те из вас, кто могут заглянуть в этот театр, а у них есть своё помещение на Садовом кольце, могут увидеть Евгения Ивановича в паре блистательных ролей. Евгений Иванович всегда был не чужд этого, и я рад, что у него всё получилось. Но тогда он просто попросил нас, «Ребята, поедите, помогите мне построить там немножечко, а то у меня там совсем не у нас тройка стоит». Мы собрались с Юрий Ивановичем, и мы втроём на электричке поехали к нему. Дальше вот что было. В этой песне есть проигрыш в середине, он изначально, мы тогда начали только раскладывать песни на две гитары, и нам очень нравилось, что одна гитара играет, а вторая. Так вот, без этого проигрыша песни нет, он в середине должен быть, а одна гитара. И я решил, я никогда её играть не буду, значит, не судьба, а не больше быть этой песней. Вдруг пару лет назад на каком-то фестивале смотрю, сидят ребята у костра и, аккомпанируя себя на одной гитаре, отлично поют эту песню. Думаю, интересно, как они будут себя вести, когда наступит проигрыш. А они в этом месте слова придумали. Слова, правда, не сложные такие. В этом месте можно петь любые другие. Смысл песни не изменится. Я не призываю вас это делать, но мне нравится, как в этом случае говорит Сергей Яковлевич Никитин. Если вдруг вам захочется, не сдерживайтесь. На кучке, за кучке, за кучками лес, на тайне глухой полустанычей, на ладе в пилу до рубанычей. С утра мы приехали строить навес на дочках Евгений Иванович. А дочек-то дочек и нет у него. Убил участок запрошенный, доплелся с пассивною ножем. И вот посреди барахла своего стоит он в тельняшечке ноженой. Ах, Евгений Иванович, полосочку. Он в дождь китерская борода. Держит левую детскую сосочку. Держит в правой руке труда. Евгений Иванович, морская душа. И дочка его на решанечке. Душою морскую в бабанечку. Расписывать все, как она хороша. Часами он может за чайничком. Но нам не до чаю мы рвемся скорей. Докончить навес перемычки. А то ведь беда с электричками. Ведь спать, как хозяин, без стен и дверей. На голой земле без привычки. Залезает он в спальничек спорятый. Каждый вечер себе говоря. Он ничего перетерпит, не барим он. Будем греться пока изнутря. Корюши дыкнет его, вроде булит. Прохладною майской ночью. Но строит и строит он прочненько. А дачи все нет, а мотор барахлит. Плевать не себе же, а доченьки. Я знаю, дача будет. Я знаю, саду цвесть. Способны наши люди Не спать, не пить, не есть. Таскать кирпич под мышкой. Век путаться в долгах. Чтоб свить гнездо, детишка, Пучок на раках. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Толбая по пальцам, торопимся. Хозяйство Евгении Иванычева Навесом мукры, ибо мало ли чего, Чтоб больше Евгении Иванычу Не оборачивать пленкою на ночь его. Вот и кончен февраль, И опять в переходе метро Бородатый мужик Продает проездные билеты. И госком гидромет Нам сулит перемены метро, И весь город уже Начинает готовиться к лету. Ах, злодейка зима В этот год нам дала прикурить, Напустила бурки Да такой, что достала до сердца. Нас морозило так, Что не хочется вслух говорить. Нам до новых снегур От зимы пустыть, отогреться. И без лишних обид, С февралем распрощаемся мы. Ведь на нам холода, Кровь нашит и азот заменили. Мы до новых снегов Не залежем все раны зимы, И не сменим мотор уставшего автомобиля. Вот и кончен февраль, Остаются последние дни. Извини уж зима, Но не вечны твои венины. Ты госком гидромет, Теплым ветром меня не дразни. Бородатый мужик, Подаривный счастливый, Един. Спасибо большое. Многие песни того времени Сочинялись сразу для двух гитар. И вот они на одной, Ну не звучат. А спеть так хочется, Ну не важно. К счастью, сегодня нам повезло. Среди зрителей Оказалась блистательная Татьяна Ларина. А у нее с собой оказалась плейка. Более того, у нее есть ноты этой песни. Мы сейчас попробуем эту песнику исполнить. Да, 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 да. Нет, за первым. Какая была вторая. Ну что, звук не отстраивали? Как получится, да? Слышно? Когда внутри мою невроз кричаю, И глаз прекрасного не замечаю, Хочу налить я в кружку чаю И написать письмо о том, Как мне бессмысленно и одиноко, Как много шурупов и мало робко, Как самый близкий обижает, Как наша кошка в сотый раз поражает, Как постарел мой дом. Как постарел мой дом. Ах, дорогое министерство связи, Ну почему вокруг так много грязи, Один лишь список безобразий, Не влезет даже в пандероль. Как описать в моем письме коротко Все безотратные ветер от сводки, Все напряженья и униженья, Все накопившееся раздраженье, И всю зубную боль, И всю зубную боль. Хочу оставить на листе бумаги, Моей судьбы глубокие обраги, Оставить с каплей соленой влаги Все, что не смог себе простить, Все расписать вплоть до последней строчки, В конце письма поставить жирно точку, Конверт заклеить на колене, И адрес написать к ядре, И в ящик капусте, И в ящик капусте. Оставить с капустом Катьяна Варина, Учуя наску! Тане не было в Москве, Она появилась буквально 2 дня назад, и случайно оказалось, что она сегодня может оказаться на концерте. Я сказал, Таня, наше через лучше захватили дуточку. Вдруг мы что-то придумаем У нас есть целая программа Еще с другими музыкантами И много разных программ Но есть несколько песен Тех самых старых Которые мы с ней сегодня Еще сможем спеть И во втором отделении Мы ее еще увидим А сейчас буквально Тут полно всего В первом отделении Время бежит Надо затыкаться И больше петь песен Меньше говорить Но два слова должен сказать О том, как все-таки нашел Процесс сочинения Вот как Ильфа и Петрова спрашивают Как вы пишете вдвоем? Они все время говорили Как братья Ганкуры Эдмон бегает по редакции Мажут стережет руку пить Чтобы не украли знакомых Примерно он так же был и у нас Георгий Анаш все время говорил Ну у нас очень просто Кто первые стихи написал Тот и поэт А кто музыку успел Чиний, тот и композитор На самом деле Творческая лаборатория Была такая непростая Георгий Анаш жил В то время на Филевской пойме У него была маленькая кухонька Где мы Несколько раз в неделю Ну два раза в неделю Мы всегда на этой кухоньке собирались Я привозил с собой Авосечку Я называл ее Сочиняловки На самом деле Это всего лишь Сочиняловка Называлось пиво Строго И мы начинали сочинять Георгий Анаш Не любил пиво Но пил Ну что, посудяйте лучше Зачастую мы Досочинивались до поздней ночи И тогда я оставался ночевать Квартира была маленькая Ночевать было особенно негде Мне ставили раскладушечку На кухне На кухне стоял холодильник Назывался он Минск Нет Правильно Он назывался Орск Семь Орск Это, видимо В связи с тем, что он страшно орал А семь Это количество тысяч децибил Которые он производил Это был страшный рокот И Несколько раз я Пытался Георгий Анаш Объяснить, что нельзя так Как-то Надо же спать По ночам Он говорит Я ничего не могу делать Ты с ним договаривайся Я договорился За ночь не успела Все протухнуть Я его выткнул Но он навеял На нас Такое художественное настроение Так появилась Следующая песня Романс Посвящение холодильнику Орск Семь Мне холодил Пел ночные песни А я лежал Раскрыв печальный ромб Ах О еде Мы с ним мечтали вместе Он в смысле сохранить А я Наоборот В тот поздний час Когда давно уже стемнело И собиралась снова Расцветать Вдруг пробка Подлая В сети Перегорела И холодильник смог И перестал Мечтать А я мечтал С той пробкой Не считаясь Мои мечты Были всегда Со мной Поскольку я Не электричеством Отметаюсь А ранее Упоминавшихся Едой И лишь когда Закончится Съездное Когда вообще Исчезнет Вся еда Быть может И не выброшусь В окно я Но и мечтать Уже не буду Никогда Какая странная волна Адреналин Хлестнула в венах Как приятно осознать Что ты еще не все продал И что душа твоя жива Над ней Невластны перемены И все измены И размены В ней не осталось В мире следа А мне казалось Я давно Уже порос Зеленым мохом И силомер Моих страстей Остановился На нуле А оказалось Что со мной Совсем не так уж Дело плохо Я что-то главное Сберег От отложения Залей Я столько лет Спокойно спал Я так давно Не видел друга Я так отвык Дарить цветы И так устал От беготни И вдруг Как саяц Ускакал Из заколдованного круга И в каждой клеточке Упругое ядро Как улокол Свечи И словно Парусник попал В тайфун По имени Удача Я как бывалый капитан Все мачты Разом обрублю Я в каждой клеточке Я в каждой клеточке своей Я как мальчишка Это прячу И каждой клеточкой Молчу Как каждой клеточкой Люблю И каждой клеточкой Молчу Как каждой клеточкой Люблю Ну вот еще пару песен в конце первого отделения, чтобы вы, наконец, осознали, как, собственно, все странно произошло. Вы знаете, это же какое-то стечение обстоятельств. Московский государственный университет, осмотр самодеятельности. Дело принципа. Выиграть у биологов. Просто дело принципа. У них классный театр. У них великолепный STEM. Да у них чего только нет. Дело принципа. Геофаг. Думаю, надо что-то придумать. Думали мы с Георгием о чем думали. Мы руководили этим процессом тогда, в тот год. И придумали. Мы придумали то, чего еще не было. Музыкальный конферанс. Весь вечер в художественной самодеятельности географического факультета, состоявший из четырех различных программ, две в первом отделении, две во втором, презентовали четыре музыканта. Для них была даже написана красивая мелодия такая. Такая в стиле махар. В последний раз слова муроли повторим. И к детелестру мы приложим песен стрелы. Нам тихим музыкантам четверым, нам тихим музыкантам четверым, доверили держать вас зрители в курсе дела. Нам тихим музыкантам четверым, нам тихим музыкантам четверым, сегодня целый день придется быть на сцене. В курсе дела на лица нанесем последний тонкий грим, раскрасим щеки краской наших требований. Нам тихим музыкантам четверым, нам тихим музыкантам четверым, сегодня целый день придется быть на сцене. Выходили четыре музыканта и все это пели на четыре волосы. Было очень красиво. Я не об этом. Я о том, что музыкальных номеров в этой музыкальной конференции это было только вступление, а было много, несколько, четыре или пять номеров, было несколько очень красивых. Один из них рассказывал о многогранности того, что сегодня вечером произойдет. Начинался он с потрясающего инструментального выступления, единственного, которого я умел тогда сыграть на банджо. Я его сам придумал и выучил. Я говорю, давай вокруг него сегодня придумаем. Оно было такое. Я играл это здорово, сейчас я не могу. Так сыграть, поэтому я пою. И для этого вечера была придумана песенка. Я могу ее сейчас даже спеть. Даже страшно. Песенка была такая. Она была посвящена музыке и переключению внимания за целый вечер несколько раз. Песенка была такая. Сначала шло инструментальное вступление. Инструментальное вступление, уже отыграно и вот. Наверен зритель разобраться, о чем же там пентец поет. Понятно, что слова важнее, чем тихий аккомпанемент. Вы постарайтесь вновь снимание. Переключим на инструмент. И так далее. Песенка имела бешеный утех. Прошло причем лет несколько. Прежде чем Георгий Леонардовичу не пришла в голову, по-моему, замечательный мысль написать на все это приличные слова. Как раз в тот момент, вы представляете, как все совпало, как все совпадает, да? Ведь юбилей, я не помню, сколько лет исполнялось тот год Московскому университету, но в этот год после длительного перерыва было решено возобновить празднование Татьяниного дня 25 января. Этому был посвящен большой праздничный вечер в ДК. И нам, конечно, был, это как, запрос, общественный запрос. Ребята, нужно что-то, посвященное Татьяниному дню. Песня, которую я сейчас и вспомню, действительно прозвучала 25 января 1900, не помню какого года, и посвящена она была Татьяниному дню. А вовсе не Татьяне хажи мне, как многие считали тогда, потому что мы тогда начали петь вместе с Сергеем Никитиным. И вообще всякое упоминание Тани вздрагивало. Нет, речь идет о Татьянином дне 1900 какого-то года. 70, да, 70 какой-то год, сейчас не могу вспомнить какой. Баланда о селедке. Вместо банджи блям-блям буду делать, извините. Тоже один практически не пою. Була селедка в океане Вертый селедочный восторг. Друзья, селедку с вами Таня, Но, впрочем, в песне не готова. Она любила свежий ветер, Ее швырял девятый балл. Когда взлокозненные сети Танюшу Трауллер поймал. Сперва пришлось ей в бочке туго Лежать в рассоле, как в беду. Потом нашла Танюша друга, Он жил в семнадцатом ряду. И, измущаясь тем немало, Что обвинят ее в грехе, Она по бочке с ним гуляла И целовалась ему в рамке. ПЕСНЯ Связавсегда к рожнянским бракам Танюша счастлива была, И побивальная салака Таня не арест приняла. А на крестинах из народа Неслось немало темных слов В честь основательницы рода Сельдей соленых без голов. А, Таня, Таня, просто молодец! О головах, в головах! В левой сумочке места мало, И не видать макру в низке. Танюша с гордостью считала Свой образ жизни городским. Она, как в складостной нирване, Крутила жизни колесо, Смотрела сны об опионе, А по утрам пила располком. ПЕСНЯ На разлагающейся тушке Рассол не мог уже помочь. Была протухшая ее Танюшка, Из бочки выброшена прочь. Трагично жизнь в нее угасла, Мне без пользы для стола. А на сироп точное масло Переработана была. ПЕСНЯ Как удается в бочке вредной, Прожить так много светлых дней, Прожить до спорост бедной, Дожить до старости безбедно, Протух над смертью своей. Про то мы думали, гадали, Но так понять и не смогли. И треба тухнет с той детали, Что у Танюши отсекли, о-о, Что у Танюши отсекли, о-о, Что у Танюши отсекли. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда выпадет созвон Мой последний стертый зуб Я к белястрам и колоннам На карачках приползу И с елейным песнопеньем С целованием камней Я приставлюсь на ступенях Альма-матери своей Парадокс архитектуры Чудо-университет Гадети, фуры и скульптуры Шуры-муры и паркет Бороды мавер-багетов На портретах чью-то честь Запах университета Из которых неизвесть Альма-матери, альма-матери Гений чистой красоты Я во всяком, альма-брате Узнаю твои черты И любая, альма-дочерь Благодарная судьбе Сыновей своих пророчит В альма-матери Парадокс образования Чудо-университет Где задания и свидания А расписания и буфет Как же тогда, что же это? Неужели же навсегда Дети университета Разбредут кто куда? Сохранить тебя, судьбина Пощадить тебя, балбес Защитить тебя, мужчина Не попутай чертов бес Чтоб мужей и ученых сила Не истякла от забот Чтоб детей ты приносила По шесть тысяч каждый год Парадокс демократизма Чудо-университет А мы глядим без фанатизма На любой авторитет И пускай вранят нас где-то Пусть уж волжь Все сидит в ваш флаг Дрожь и университета Бродят в наших головах Когда выпадет за двором Мой последний тетий бог Я к фигатам и колонам Накарочу припалу И с еленем песно пенем С целованием камней Я подохну на ступенях Альма-Матери своей Спасибо И в завершение первого зрения Еще одна песня Вставшая на долгие годы Не на визитной, не визитной карточкой Мы очень много ее пели Идея, как водится, пришла в голову Георгия Анарчу Он досочинил почти до конца первого куплета И тут я встрял с одной единственной строчечкой Которая дал дальше некое движение этой песне Он ее дальше досочнил Я горжусь этой строчкой про японские часы Под шорохши, под рок-от ветер Послать последнее, прости Меня часы на километры Пропорции один-пяти И ты летит земную велеску Дотичь прибедника полосы И утопит в пучине моря Свои ебанские часы Ах, вреда, вреда, дэм, 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 дэм Мы не считаем, не считаем, не считаем Его транжирим так и сяк Пока источник не не сяк Пока молят нас фонари парижских дань Легко летать, мгновенье писем Безбожно нарушать режим И не зависеть, не разависеть От маленьких выпружин Швырять секунды понапрасну На ерунду на трепетей Терять минуты ежечасно Царить часами каждый день А время, время дэм, 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 дэм Мы не считаем, не считаем, не считаем Его транжирим так и сяк Пока источник не сяк Пока молят нас фонари парижских дань Искать любви, легко метать Мгновенье писем, безбожно Искать людей, как метров пора День изо дня, за годом, год Пока нас вреди не уволят Пока нас не сразит цыгно А колокольчик дарвал тая Нам не дается медлить вверх И мы часов не наблюдая Теряем головы наверх А время, время дэм, 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 д И вот однажды, когда мы вот так заканчивали первое отделение концерта, к нам пришла записка. Мы открыли её и прочитали. Это всё произошло буквально после этих двух-трёх песен. Ну, в основном, конечно, после одной, которая прозвучала три из них. Три песни назад. Там было написано дословно. А вы знаете, я придумал такую смешненькую названницу для вашего дуэта. Иваси. Ха-ха-ха. Мы её даже читать не стали. Когда во втором отделении пришло ещё три таких же. Мы поняли, что бороться с этим невозможно. Так, совершенно, сами того не желая, мы стали называться Иваси. Никто из нас не придумывал этого названия. Это придумали зрители. Вообще, это слово японское. Я в университете, когда я учил японский язык. Это такой маленький иероглиф, который обозначает маленькую японскую рыбку. Какое мы к ней имеем отношение, я не понимаю. Наверное, это действительно очень смешно. Позвольте на этом сделать маленький атакт. Вот тут Евгений Васильевич был один из организаторов этого концерта. А, вы хотите сами сказать. Просто был перерывчик в издании. Снова вышло юбилейное издание по ходу 50-летия, которое было у Алексея Игоревича в концертном зале Чайковского. Двойной DVD. И вот на одном DVD с Сергеем Жилиным, фонографом, на втором отделении. На втором отделении Георгию Геннардовича. Вот два дня назад до года на Украшел. Два еще маленьких объявления перед тем, как мы устроим антрах. Первый. Это 50-летие было уже довольно давно. Мне весной 56. Но этот DVD, он был выпущен ограниченным тиражом, он закончился. Спасибо Евгению Довину, который организовал полный... Нашли исходники, нашли его. Это с прекрасным звуком отснятый концерт в концертном зале Чайковского, где в первом отделении мы с Георгием действительно поем старые песни, как Югенаш выразился. В первом отделении мы там трясем старину. И еще одно маленькое объявление, но, может быть, самое важное за сегодняшнюю ночь. Дорогие друзья, через несколько дней, в середине апреля, следите за интернетом, зайдите на сайт российской газеты. На сайте российской газеты начинает происходить довольно интересное событие. Проходит онлайн кинофестиваль. Каждый фильм, причем там все как полагается. Люди смотрят фильмы, они могут там свое мнение выражать, есть жюри, и в конце какой-то из фильмов завоевывают гран-при этого онлайн-фестиваля. Это не первый фестиваль, называется он, если я не ошибаюсь, дубль 2, онлайн-фестиваль российской газеты. Каждый из фильмов показывается двое суток. С 15 часов какого-то дня, следующие сутки и следующего сутки, еще сутки, 48 часов программа меняется. С 15 часов дня 13 апреля по 15 часов дня 15 апреля, если что-то изменится, то вы уточните, зайдите на сайте. Там в качестве вне конкурсной программы будет показана прекраснейшая копия мюзикла «Норд Удс». Спасибо Валерию Семеновичу Птичину, организатору этого фестиваля, театральному кинокритику, который взялся за это дело. И спасибо людям, которые восстановили эту запись, и в частности Константину Акунькову, который сделал из нее абсолютнейшую конфетку, и теперь это все может увидеть человечество в вашем лице. Приглашаю вас, посмотрите, оно того стоит, это первая самая лучшая запись. А сейчас антракт минут 10-15.